В эфире программа тема дня. Меня зовут Валерия Королёва. Здравствуйте. Количество заболевших коронавирусом в Тверской области, да и в принципе по России, в последний месяц резко выросло. В этом статистика инфицирования опасным вирусом пошла на спад. Но на сегодняшний день цифры снова растут. Сегодня в программе мы поговорим об эпидемиологической обстановке в нашем регионе, о том, сколько заболевших, как протекает это заболевание, а главное, как от него защититься. Сегодня эксперты в студии помогут объективно разобраться в этих вопросах. Сегодня у нас в гостях Федорин Олег Олегович, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тверской области. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Евгеньевич Козлов, главный врач Тверской областной клинической больницы. Здравствуйте. Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с того, какова обстановка сейчас в Тверском регионе. Уважаемый Валерий, на сегодняшний момент у нас зарегистрировано в целом по Тверской области 6585 случаев. При этом надо отметить, что за последние недели сентября мы отмечали некий подъем заболеваемости и ежесуточно мы регистрировали где-то примерно от 46 до 68 случаев. При этом надо отметить, что эти показатели у нас, несмотря на то, что мы отмечаем некий подъем, все равно не превышают те показатели, которые мы наблюдали в июне месяца этого года. У нас в июне месяце, где-то примерно в первой декаде отмечался самый пик заболеваемости, и в сутки мы регистрировали почти по 90, максимум у нас было 92 случая заболеваемости. То есть сейчас у нас заболеваемость, если говорить среднесуточная, не превышает пиковые, меньше в полтора раза. Но, тем не менее, летом все равно как-то на спад пошло. Да, безусловно. Летом у нас отмечался определенный спад заболеваемости. Мы регистрировали заболеваемость каждый день. Минимальные цифры у нас где-то были в сутки по 22-23 случаи. Но это ожидаемая ситуация была, и связано это было с тем, что, во-первых, было каникулярное время, уменьшалась так называемая деловая активность населения, бизнес-сообщества. Крупных организаций отпускное время было каникулярное. Поэтому, соответственно, к сентябрю месяцу, после того, как мы стали получать, значит, ну, как результат формирования новых коллективов, детки у нас пошли в школы, люди стали возвращаться с отпусков, мы отмечаем определенный подъем заболеваемости. То есть, по сути дела, в эпидемиологическом плане мы, можно сказать, ожидали такую ситуацию. И сейчас еще надо отметить, у нас идет подъем заболеваемости. Он связан с ежегодным сезонным повышением регистрации респираторными заболеваниями и гриппом. Ковид, надо не забывать, у нас также относится к респираторным заболеваниям. А где чаще всего заражаются? На территории региона или с ним, то есть, с зараженными уже приезжают из других регионов или даже с отдыха? Мы проводим такой мониторинг. Значит, ну, наверное, уже известно, по всем каналам идет соответствующая информация. Мы, значит, зарегистрировали 43 случая завозных из-за рубежа. При этом, если, вернее, даже не так, мы зарегистрировали 43 случая, и из 43 случаев у нас только 21 случай, это прибывшие из-за рубежа. У нас действует определенная схема контроля. Есть постановление главного государственного санитарного врача, в соответствии с которым все прибывающие на территории Российской Федерации обязаны в течение трех дней пройти контроль. Контроль проходит методом лабораторной диагностики, так называемое тестирование, ПЦР-диагностика, и результат размещается на сайте госуслуг. Те люди, которые не могут разместить информацию на сайте госуслуг в режиме онлайн, через, значит, нашу канцелярию направляют материалы, мы это все постоянно мониторируем, отслеживаем. Сергей Евгеньевич, расскажите, чем опасен этот вирус, и как он передается? Вирус, на самом деле, он переносится людьми достаточно легко, 80% где-то переносит на ногах, но те 20% они, конечно, в очень тяжелом состоянии поступают. И мы как раз занимаемся тем госпитальным сегментом, лечим тяжелые, средние тяжести и крайне тяжелые случаи, и, конечно, вот они и дают нам летальные исходы. А так как это более контагиозное заболевание, не такое, как и грипп, и ОРВИ, вот, то таких тяжелых больных у нас достаточно. Сейчас говорят про какую-то вторую волну, но на самом деле мы и первую не увидели, что она закончилась. Было какое-то пославление летом, особенно июль, может, август, когда у нас половина госпиталя была свободных, было не больше 120-130 больных. Но вот после сентябрьских дней, это, наверное, связано и со школой, потому что часто переносчиками являются дети своих учителей, родители заражают. Вот получили, конечно, увеличение тяжелых больных. Сейчас мы заполнились полностью, тяжелых больных много, и, конечно, вот судьба таких больных, которые попадали в 20%, она не очень, не всегда благоприятно заканчивается, и, конечно, требуется серьезное внимание медиков и такие достаточно серьезные лечебные мероприятия с этими больными. Вот, я считаю, что, конечно, немножко общество расслабилось. Здесь забыли носить маски, социальную дистанцию, стали собираться, вместе проводить время, общаться активно. Плюс еще дети пошли в школу. Все это дало вот такой небольшой всплеск. Так вот, у нас не было момента, когда у нас госпиталь был пустой. Всегда были тяжелые больные, значит, инфекция, она в обществе находилась. То есть, она, может быть, немножко дала ослабление, но она всегда присутствовала. И, конечно, сейчас наша задача, вот просто просьба всех медиков, это, обращаясь ко всем жителям Тверской области, что надо все элементарные требования выполнять. А первое – это маска. Маска, социальная дистанция и какие, если есть возможность, ограничить все вот такие массовые мероприятия, связанные там дни рождения, какие-то, может быть, собрания. То есть, работа, дом и соблюдение вот этих всех мер предосторожности. Особенно лицам, которые имеют хронические сопутствующие заболевания, лица после 65 лет. То есть, те, которые действительно подвержены тяжелому течению. Ну и, конечно, пенсионерам, которым за 70-80 лет, тех надо просто куда-то изолировать, чтобы они были в недоступном месте. Потому что, пообщавшись в каком-нибудь магазине или в учреждении, они могут, конечно, потом получить серьезную, осложненную форму ковид-инфекции. Вот. И, конечно, надежда на то, что вот обществе сейчас, если прививка покажет вот эти третьи, как говорится, клиническое испытание пройдет успешно и общество будет привито, то, конечно, чтобы инфекция ушла из нашего общества. Это нам будет большим подспорьем. Сейчас, конечно, медики испытывают большую нагрузку в оказании помощи. У нас начинается снова открывать один госпиталь за другим. Слава Богу, у нас это все уже отработано по весне. Мы достаточно успешно справились тогда. Нам хватило ресурсов, все. Но тогда все-таки общество было более организовано. Может быть, сейчас такой, как говорится, карантинный мир не нужно. Пусть люди работают, потому что экономика, она должна давать людям возможность на что-то жить. И экономика может еще, если рухнет, то еще больше будут проблемы в обществе. Но такое свободное времяпровождение должно быть, конечно, со всем мерами безопасности. Сейчас прервемся на короткую рекламу. После поговорим о том, что же могло стать причиной роста в случае заражения коронавирусной инфекцией. В Турцком регионе не переключайтесь. Мы продолжаем наш разговор. Александр Сергеевич, вопрос к вам. Методы тестирования сейчас, какие все-таки надежнее, какие есть? На сегодняшний день существует несколько вариантов обследования на наличие коронавирусной инфекции. И юридически значимым, наверное, наиболее на сегодняшний день распространенным является метод исследования, так называемой ПЦР-диагностика, когда в исследуемом образце определяется наличие материала самого вируса. Также есть иммуноферментный анализ, который призван найти антитела в крови обследуемого человека, либо так называемые быстрые или экспресс-тесты, которые также рассчитаны на определение антител, но за существенно короткий промежуток времени. При этом следует отметить, что методы не взаимоисключающие, они дополняют друг друга, но юридически значимым является исследование методом ПЦР. Потому что лица, возвращающиеся из-за границы, должны, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, пройти обследование методом ПЦР и показать этот результат. Также в рамках проведения лечебно-диагностических мероприятий этот метод является методом выбора и используется для постановки диагноза. А сколько вообще тестов было сдано в Тверской области? Для понимания той ситуации, которая происходит в Тверской области, ну и как в целом Российской Федерации, во-первых, надо сказать, что есть определенные критерии охвата населением, тестированием. И здесь мы отмечаем, что благодаря слаженной работе, поддержке субъекта, оперативного штаба, непосредственно губернатора Тверской области, нам удалось за последнее время, за последние месяцы, значительно повысить охват населения тестированием. И сейчас у нас показатель, ну в среднем составляет, это 135 исследований на 100 тысяч населения. Это хороший показатель. Если говорить в абсолютных цифрах, то мы приближаемся, то есть не приближаемся, мы уже превысили, провели исследование более 200 тысяч исследований. Если говорить примерно, то это более конкретно 217 тысяч исследований. При этом исследования проводятся разных контингентов. Ну, во-первых, проводятся исследования тех, значит, пациентов, которые по показаниям здравоохранения им назначается это исследование. Вторая группа – это контактные лица. Эта группа уже определяется системой нашей службы. То есть, когда здравоохранение определяет, выставляет диагноз и подтверждает, значит, лабораторный коронавирус, мы определяем круг контактных и также включаем в обязательное проведение исследований. После получения подтверждения, ну, соответственно, они переходят уже в другую когорту. Значит, помимо этого, есть еще целый ряд контингентов, которые также проходят обследование. Ну, во-первых, это наши уважаемые доктора, это медицинские работники. То есть, как та группа населения, которая находится, ну, можно сказать, на передней линии фронта, для того, чтобы исключить их заражение, да, для того, чтобы исключить, ну, сказать, их как источник передачи инфекции, также периодически проходит медицинское, их медицинское лабораторное обследование. Александр Сергеевич, а все-таки чаще как протекает заболевание без симптомов или все-таки уже в более какой-то сложной форме? Ну, вот в продолжение слов Сергея Евгеньевича, которые прозвучали в первой части программы, могу сказать, что в 80% случаев, конечно, болезнь протекает в легкой и средне-тяжелой степени. При этом в 20% болезнь протекает достаточно тяжело и крайне тяжело, поэтому этой категории граждан требуется оказание медицинской помощи в условиях специализированного стационара, под контролем врачей, с применением эффективных лекарственных препаратов, которые, увы, не для амбулаторного применения. Поэтому, продолжая вот эту мысль, я хочу сказать, что граждане, которые вызывают медицинского работника к себе на дом, почувствовав какое-то недомогание, может быть, это связано с сезоном ОРВИ или с какой-то другой причиной, должны понимать, вернулись ли они из-за границы, был ли у них контакт с больным человеком. И, общаясь с медработником, доводить эту информацию, чтобы, помимо того, что медицинские работники имеют сейчас достаточно высокую степень настороженности, они дифференцированно подходили к определению состояния больного и постановке диагноза. Потому что на сегодняшний день эта работа осложняется тем, что, как сказал Олег Олегович, мы находимся в начале сезона подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. И это осложняет работу первичного звена оказания медицинской помощи. Поэтому, как бы там ни было, за медицинской помощью обращаться нужно. При этом не стоит забывать и игнорировать симптоматическое лечение, но и не стоит им увлекаться. Если в течение одного-двух дней симптоматическая терапия не дает ощутимого эффекта, в обязательной степени нужно обращаться за медицинской помощью, потому что только квалифицированная медицинская помощь позволит своевременно принять решение о дальнейшей тактике ведения пациентов. Потому что и Сергей Евгеньевич подтвердит, буквально считанные часы иногда влияют на прогноз. У того или иного человека, и от этого зависит просто судьба людей. А все-таки, если говорить о симптомах, на что нужно обращать внимание? Что должно вообще, в принципе, человека насторожить? Что происходит? Если говорить о симптомах, то человек у себя субъективно что может определить? Наличие сладости, подъем температуры, головная боль, мышечная боль, наличие одышки. То есть то, что заставляет его обратиться за медицинской помощью. При этом медицинский работник, который приходит на дом к такому пациенту, или врач скорой помощи, который приезжает, он уже смотрит объективно, определяя сатурацию, то есть степень насыщения крови кислородом, частота дыхательных движений и ряд других признаков, которые позволяют принять правильное, единственное правильное решение. Если говорить о бессимптомном течении болезни, то есть это совсем никаких симптомов, или все-таки что-то, сопли или еще что-то? В большинстве случаев, конечно, все-таки люди, перенося в легкой степени, или, как говорят, бессимптомно, могут просто не обратить внимания на то, что у них появилась чуть большая утомляемость, чем обычно. Может быть, сон изменился, или головная боль эпизодически у них появлялась. При этом это все может быть проявлением легкого течения коронавирусной инфекции, но, будучи недостаточно внимательным к своему здоровью, они просто не придадут этому должного значения. И при этом он будет заразен? Конечно. Поэтому мы говорим о необходимости соблюдения правил неспецифической профилактики инфекции, что даже люди без симптомов могут оставаться источником инфекции, и только соблюдение масочного режима гигиены, рук, социальное дистанцирование позволит эффективно противостоять распространению инфекции. Хоть мы и говорим, что у нас на сегодняшний день есть вакцина против коронавирусной инфекции, но не получив массового такого применения, мы имеем дело с вакциной неуправляемой инфекцией, а в данной ситуации эффективными остаются только неспецифические средства. Разобщение коллективов, использование средств защиты и обработка рук. А антитела после такого течения болезни будут или нет? На сегодняшний день мировое научное сообщество разделилось в своем мнении, но изучение иммунного ответа при новой коронавирусной инфекции продолжается, и каждый день появляются новые данные. Так или иначе, антитела формируются. Другой вопрос, в каком объеме и как надолго? И обеспечивают ли они защиту от новой коронавирусной инфекции? Пока мы не имеем окончательных и однозначных ответов на эти вопросы, мы призываем население все-таки использовать средства защиты, доступные, эффективные, достаточно дешевые, для того, чтобы не надеяться на приобретенный иммунитет вследствие перенесенного заболевания, а защищать себя каждый день, и себя, и своих близких. Сергей Евгеньевич, мы сказали, что большинство пациентов лечатся амбулаторно. Но тем не менее, какие показания в стационар? Во-первых, то, что действительно 80% людей переносят легко и в достаточно скрытой форме, это несет такую общественную опасность. И вот это даже скрытая форма может перейти в такую открытую форму, тяжелую. Самое главное, чтобы люди не занимались самодиагностикой, самолечением. Если, как говорится, появилась высокая температура, лихорадка, слабость, затруднение дыхания, надо вызывать медработника на дом, не ходить ни в какую поликлинику, чтобы не нести угрозу для окружающих людей, и не стать потенциальным разносчиком, и уже решать с лечащим врачом все свои проблемы на дому. Если имеются показания для госпитализации, это только врач может решить. Как правило, это температура 39 и выше несколько дней. Какие-то затруднения дыхания, когда уже возникают такие осложнения, как пневмония, которые надо тоже диагностировать. Потому что самостоятельно, столкнувшись с таким заболеванием, которое имеет очень грозное осложнение, бывает, что и летальные исходы, при гриппе такого нет, то нужно, конечно, использовать опыт врачей. Сейчас врачи, к счастью, уже как бы 5 месяцев в борьбе с этой заразой, мы научились и диагностировать, и вести больных, и как бы спасать их жизни. Поэтому я считаю, что самое главное не заниматься самолечением, самодиагностикой, не искать там в интернете какие-то чудодейственные способы. Если появилась температура, если серьезное состояние ухудшилось, надо вызывать на дом. Но даже если какие-то проявления, начальные проявления, и ты не уверен, что это коронавирус, если не знаешь, был контакт, не был, или это грипп, или ОРВИ, вот это осложняет сейчас, вот эта сезонность, то все равно без врача не обойтись. Надо каким-то образом вызывать врача или как-то по телефону, но добиваться, чтобы был осмотр врача, особенно если большая температура. У нас есть звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это я, да, наверное? Вера Николаевна, у меня внучка, 19 лет она болела, ей поставили ОРВИ, у нее постоянно температура 10 дней держалась 37,3-37,6. Ну, назначены были препараты, которые она как бы все употребляла, но не назначена почему-то ни флюорография, ни как бы анализы какие-то, потому что выписавшись, вот уже прошло еще 5 дней, и у нее постоянно держится температура до 37,7. Ни кашля, ни затрудненного дыхания, ни насморка у нее нет. Вот что делать в таком случае? Идти опять к тому же доктору? Спасибо за звоночек. Да, могу ответить. Вот, уважаемые слушатели, я считаю, в такой ситуации, вот давать телефоны, советы по телефону очень сложно, но, тем не менее, в данной ситуации какие-то исследования флюорографии может не показать ничего. Если состояние не все-таки тревожит, что продолжается температура, то надо вызывать врача повторно, потому что, может быть, диагноз был не совсем верен, некорректный, а может быть, просто так протекает заболевание. Это надо, чтобы специалист посмотрел снова вашего ребенка и уже скорректировал лечение. Потому что, конечно, за это время должно немножко уже поправиться. 19 лет тем более. Итак, мы продолжаем. Какие сейчас учреждения принимают пациентов с коронавирусной инфекцией? Вообще, это вопрос больше, конечно, к системе здравоохранения. Начну с того, что в связи с тем, что, откровенно говоря, то есть для нас это был достаточно большой и серьезный вызов такой эпидемиологический, соответственно, в области принимались определенные такие беспрецедентные решения и разворачивались в госпиталь. В настоящий момент развернутые госпитали, в первую очередь, это, конечно, безусловно, областная больница, где руководитель, главный врач Сергей Евгеньевич возглавляет. Это шестая больница. Это у нас пятерка в настоящий момент. И дальше есть определенная схема развертывания коечных мест, если будет, не дай бог, ситуация ухудшаться. В настоящий момент, в принципе, система здравоохранения справляется. Мы периодически получаем определенную отчетную документацию о том, сколько осталось свободных койко-мест. Сейчас говорит о том, что вызывает какую-то, допустим, настороженность, отсутствие этих койко-мест мы не можем. То есть, в принципе, система здравоохранения в целом готова. Персонал есть. Безусловно, были на первых этапах определенные проблемы с тем же персоналом. Но в настоящий момент, как Сергей Евгеньевич сказал, то есть руку они в хорошем смысле уже набили, они знают, как лечить. Все методы подхода оптимизировались в этом плане. Соответственно, и препараты у них есть, и методики отработаны. Поэтому спросите, может быть, коллег, если что-то есть у вас добавить. А у нас звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос нашим участникам. Вот мы хотели бы уточнить по поводу школ, учебных заведений. Имеет ли смысл сейчас переходить на удаленное обучение? Раньше времени, вот, например, каникулы начались у нас в столице. Вообще вот про детей. Как они переносят? Есть ли у нас такие случаи, когда ребенок заболел коронавирусом? И что делать родителям? В такой ситуации, если у ребенка, например, наблюдаются признаки ОРВИ, но страх все-таки присутствует, что посоветуете? Спасибо за звонок. Да, значит, ну, наверное, начну с последнего вопроса. К сожалению, такие у нас случаи есть. Но здесь надо отметить, что мы уже сегодня не раз это говорили, что есть тяжелые, есть легкие формы течения. Для, значит, этой ситуации с ковидом-19 характерно легкое, в основном, течение для детей. То есть каких-то тяжелых случаев у нас не было, ну, и мы это, как бы, прекрасно знаем. Для того, чтобы исключить, значит, развитие эпид-процессов и сделать еще более неуправляемые, мы постоянно собираем статистику, в том числе по регистрации случаев ОРВИ, и, в частности, ковид среди детского населения. Безусловно, мы уже это отмечали, что подъем заболеваемости у нас пошел. Пошел он в связи с формированием детских коллективов. Но в настоящий момент у нас нет определенных процессуальных оснований выходить с инициативой об, ну, так сказать, раннем разобщении детей в виде ведения, там, допустим, ранних каникул или перевода на дистанционное обучение. Есть всем известные и, в первую очередь, в системе образования определенные критерии. Это отсутствие 20 и более процентов детей в образовательном учреждении. Если по причине респираторных заболеваний. Если возникает такая ситуация, каждый день учителя, конечно, это смотрят, возникает ситуация, то, безусловно, они разобщают и, значит, соответственно, распускают школу. Сейчас у нас таких случаев нет. У нас есть единичные случаи заболеваемости ковид. Действительно, это так в определенных образовательных учреждениях. Но это не носит какой-то массовый системный характер. При этом пошла заболеваемость с респираторными заболеваниями. Иными респираторными заболеваниями. Значит, здесь хочу, опять-таки, отметить и подтвердить необходимость тех мер, которые были приняты, и чтобы родительское сообщество тоже к этому правильно относилось. Это те меры, допустим, в виде утреннего фильтра. Да, есть определенные неудобства. Когда-то родители говорят, мы опаздываем на работу, очереди и все прочее. Но это надо. Это все делается для того, чтобы исключить занос инфекции в образовательное учреждение. И в итоге, отвечая конкретно на вопрос, есть ли необходимость в Тверской области, в Тверской области пока такой необходимости у нас нет. Да, мы, конечно, смотрим, наблюдаем ту ситуацию, которая происходит сейчас в столичном мегаполисе. Там совсем абсолютно другая ситуация. Там концентрация, плотность населения другая и другая статистика. Сейчас у нас этих показателей нет. Если они будут, соответственно, будут приниматься решения. Спасибо за ответ. Все говорят, что для тяжелого течения болезни, как правило, должны быть какие-то сопутствующие заболевания. Так ли это? И если да, то какие? Ну, это есть такой фактор риска тяжелого неблагоприятного течения заболеваний. Как правило, это в основном для людей 65 и выше, имеющих множество сопутствующих заболеваний, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, различные гематологические, нефрологические заболевания. То есть, как так называемые коморбидные состояния, когда у человека и так масса различных заболеваний, плюс все присоединяется к коронавирусу, который, конечно, с которым этому человеку справиться легче, тяжелее гораздо. И, конечно, вот этих пациентов и людей, которые имеют возможность получить осложненную форму коронавируса, надо как-то особенно берегать. Вот. И они должны соблюдать и масочный режим более тщательно, и самоизоляцию, если в этом есть необходимость. Вот. Поэтому у таких больных, конечно, могут быть все осложнения, потому что коронавирус, он не только это осложнение на легкие. Это, как говорится, заболевание, которое поражает все сосуды организма. И те процессы, которые идут в организме, они идут и с поражением мозга, и сердца, и печени. Ну, как правило, легкие только более доступны для диагностики. Поэтому, конечно, вот призываю к тому, чтобы особенно лица, имеющие хронические заболевания и такие уже возрастные, они особенность берегли свое здоровье и вот все меры предосторожности предпринимали. И, наверное, вот в будущем они должны пройти вакцинацию. Когда уже пройдут все клинические испытания, это для них наиболее актуально перенести именно в легкой форме вот эту инфекцию. Ну, по нашему опыту, к сожалению, тяжелые формы часто бывают и у молодых, 40-летних людей, 30-летних. Так называемые лица подвержены вот этой массивной гипериммунной воспалительной реакции. То есть, особым, видимо, генотипом и особым строением иммунитета. Потому что вирус поражает иммунную, как говорится, систему организма. И таких больных, к сожалению, мы не можем сказать, кто попадет вот к числу вот этот процент. Потому что вроде кажется, человек здоровый, совершенно ничем не болеет, а переносит коронавирусную инфекцию очень, крайне тяжело. И, конечно, отнимает это много силы у медиков. И я думаю, что долго поправляются такие пациенты. Поэтому говорить, что я вот так, молодой человек, что ничем не болею, это не значит, что ты легко перенесешь вот это заболевание. Поэтому наш опыт показал, что бывает в тяжелые формы попадают и лица 30-летние, даже 20-летние бывают. Поэтому тут заболевание, которое совершенно еще до конца не изучено. Его еще надо изучать. А самое главное, то, что нам дает возможность легко проводить профилактические вот эти неспецифические мероприятия. Маска, она может очень серьезно помочь не заразиться. По крайней мере, это надо, ношение во всех помещениях обязательно. На улице она не играет никакой роли. Там вирус настолько мало концентрирован и ветром разносится. А в любом учреждении, в общественном транспорте маска, она может спасти, конечно. Ну и, естественно, обработка рук. Потому что если за какую-то поверхность взялся, она может потом перенести на лицо и на какие-то слизистые. Поэтому руки надо постоянно мыть, обрабатывать. Перчатки все по-разному к этому относятся. Но мытье рук – это основное. Уповать на возраст точно не стоит. Не стоит. Можно добавить? Да, конечно. Значит, в дополнение, то, что сказал Сергей Евгеньевич, безусловно, надо также не забывать про соблюдение социальной дистанции и стараться как-то обходить стороной места массового скопления граждан. Еще очень важный момент на данном этапе является, мы говорили, есть специфическая, есть неспецифическая профилактика. Но в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ сейчас очень важно пройти вакцинацию населения от гриппа. И есть уже обоснованные данные, научные исследования, которые говорят о том, что вирус COVID очень хорошо, ну, так можно сказать, микшируется с вирусом гриппа. Поэтому, чтобы не усложнять и так непростую ситуацию, мы призываем население пройти вакцинацию от гриппа. Все те контингенты, которые Сергей Евгеньевич назвал, ну, в том числе, там, старшие лица 60 лет, они, безусловно, входят в ту когорту, которые должны проходить вакцинацию. Поэтому мы всех убеденно просим пройти, значит, данную процедуру. Вакцина есть, выделяется она за счет средств федерального бюджета. Очень эффективно. И, поверьте мне, значит, привитый человек никогда не получит тех осложнений, которые получают, получая, как бы, статистику, мы это знаем, которая может быть от тоже непростого и тяжелого заболевания грипп. Александр Сергеевич, а когда уже начнут у нас прививать от коронавируса и кто первым получит вакцину? Да, прививать обязательно начнут. Вот, на сегодняшний день мы говорим о том, что в соответствии с порядком, установленным Минздравом России в Тверской области, пришла первая партия ковидной вакцины. Это вакцина «Спутник Ви» или «Гам-ковид-Вак» ее производственное наименование. И эта партия, несмотря на то, что она носит такой вот ограниченный характер, она поставлена для того, чтобы отработать все логистические цепочки по транспортировке и хранению этого вакцинного препарата, так как условия достаточно жесткие, потому что вакцина требует хранения при глубокой заморозке. Поэтому мы сейчас готовим нашу систему здравоохранения к поступлению большей партии вакцины от новой коронавирусной инфекции. До 31 декабря эта вакцина в наш регион поступит. В первую очередь, конечно, вакцинации подлежат лица из групп риска. Традиционно, так же, как и при гриппе, вакцинируются работники здравоохранения, работники образования, лица старше 65 лет и, соответственно, лица с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день вакцина, разработанная Институтом Гамалеи, позволяет вакцинировать лиц от 18 до 60 лет, поэтому возрастной ценз здесь жестко определен. Но, соответственно, если люди имеют хронические заболевания вне обострения, то они также могут быть вакцинированы. Но в первую очередь мы планируем привить все-таки людей, имеющих наиболее высокий риск заражения, а это медицинские работники, это сотрудники инфекционных госпиталей, которые каждый день подвергают себя риску заражения. А, допустим, противопоказания еще какие, например, беременные женщины? Что касается противопоказаний, то здесь любые инфекционные заболевания и проявления инфекционных заболеваний, это любые хронические заболевания в стадии обострения, индивидуальная непереносимость компонентом самой вакцины, и беременность в данной ситуации также является противопоказанием. Поэтому, несмотря даже на эти противопоказания, все равно показаний к вакцинации достаточно много. И ее, в принципе, вот в Москве сейчас даже, скажем так, 40 тысяч определено тестовых вакцинаций для того, чтобы дополнить, скажем так, вот эту научную базу по исследованиям этого препарата. В Тверской области это пока не планируется, но мы говорим о том, что до 31 декабря у нас вакцина поступит чуть немногим больше тысячи доз, и поэтому мы сможем привить тех, кто наиболее подвержен риску. Сергей Евгеньевич, а как Вы считаете, если человек переболел уже коронавирусом, стоит ли ему прививаться? Ну, тут, конечно, если человек переболел недавно, так как это инфекция еще 5 месяцев, у нас, я думаю, что у него какой-то иммунитет уже есть. Никто не знает, сколько он продержится. У нас уже есть случаи, когда люди повторно заражались, значит, у него антитела потихоньку исчезают. Особенно, если человек переболел в легкой форме, у него больше возможности эти антитела потерять и уже еще заболеть уже в тяжелой форме. Поэтому здесь не стоит расслабляться. Это вирус, который еще изучается ученым всего мира, потому что Вы видите, что он уже стал как пандемия, и все его особенности, все свойства еще до конца не изучены. Но случаи повторного заболевания у нас уже есть, к нам уже поступают. И сейчас современная наука позволяет изучать иммунный статус, по крайней мере, наличие антитела в организме, то есть можно сюда определить. Если тела стали исчезать, проходят, значит, надо прививаться. Ну, наверное, уже к следующему сезону, как раз к весне. Потому что пока 60-70% не переболеет, не выработается общественный иммунитет, я думаю, что вирус будет присутствовать в нашем обществе. У нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Добрый день. У меня есть подруга, и врач ей рекомендовал употреблять цинк, витамин D и С. В частности, при подозрении и борьбе с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы узнать, насколько вообще эффективны данные витамины, и правда ли, что их необходимо употреблять? У нас президент Трамп употребляет тоже витамин D, цинк, он заболел коронавирусом. Так что вам доктор все правильно назначил, только это все надо под наблюдением врача делать, чтобы передозировка витаминов D и каких-то других витаминов и лекарств может тоже пагубно повлиять на здоровье. Поэтому все надо контролировать у своего доктора. А так эти вещества, конечно, помогают для профилактики коронавирусной инфекции. Цинк в соответствии с определенными препаратами нарушает проникновение в клетку вот этого вируса, а витамин D, он вообще поднимает иммунный статус организма и тоже влияет на состояние иммунитета каждого человека. Поэтому профилактически, я думаю, что они входят как раз в состав рекомендуемых препаратов для профилактики коронавируса. Спасибо за звоночек. Реальна ли вообще помощь от препаратов, стимулирующих иммунитет? Это тоже вопрос сейчас изучается, потому что вирус, который бьет, в принципе, по иммунитету организма. Некоторые ученые считают, что стимулировать иммунитет достаточно опасно. Вот. Может вызвать, усилить этот шторм цитокиновый при возникновении заболевания. А кто-то считает, что это помогает. Вот такого накопленных знаний еще по всему миру достаточно мало. Все собирают только материал, изучают. Но я заметил по своей практике, что те, кто принимал эти все профилактические препараты, переболевают в более легкой форме. Даже при наличии серьезного инфицирования, потому что эти люди работают в инфекционных госпиталях. Мы даже используем методические рекомендации московские тоже. Многие наши сотрудники, которые работают в красной зоне, употребляют эти препараты и, к счастью, переболевают в достаточно легкой форме. Хотя понимаете, что нагрузка вирусная у них очень высока. Ни один респиратор полностью 100% не задерживает вирус. Все равно какие-то 4-5% человек может попасть ему в легкие через дыхательную систему. Поэтому маска в меньшей степени спасает. Но, тем не менее, тяжесть заболеваний зависит от того, какую дозу вируса ты получишь. То есть, если ты, как говорится, полный легкий заглотил этого вируса вместе с аэрозолем, который нас окружает, то, конечно, заболевание будет протекать в очень тяжелой форме. Поэтому, конечно, и маска, и респиратор, они все спасают очень серьезно. Александр Сергеевич, возвращаясь к вопросу о прививках. По какой схеме ее будут вводить? Дважды или как вообще это происходит? Да, вакцинация от новой коронавирусной инфекции подразумевает двукратное введение. Сначала вводится компонент номер один, потом через три недели вводится второй компонент, при условии, что на введение первого компонента не было отмечено каких-либо реакций организма, связанных с индивидуальной чувствительностью к компонентам этой вакцины. И таким образом мы говорим о том, что на протяжении полутора месяцев проводятся мероприятия по вакцинации, и это позволяет выработать иммунитет к новому коронавирусу, который, по заявлению производителей, до двух лет будет защищать вакцинируемого человека. Но здесь стоит оговориться о том, что вакцинации подлежат практически здоровые люди, и они должны быть обследованы и методом ПЦР на наличие возбудителя самого, и методом иммуноферментного анализа на наличие антител. То есть это о чем говорит? О том, что по идее и в идеале человек не должен болеть и не должен иметь иммунитета к новой коронавирусной инфекции, иначе сама вакцинация не будет по большому счету иметь какого-либо значения. При этом не должно быть каких-либо хронических заболеваний в стадии обострения. Между вакцинациями, то есть между первым и вторым компонентом прививки, в обязательном плане нужно соблюдать ношение маски, соблюдать гигиену рук, и все требования по профилактике, которые мы сейчас озвучили, они обязательны. Так как, привившись от нового коронавируса, человек не имеет еще иммунитета, пока не выработаются защитные антитела, и он также подвержен риску заражения, поэтому эти люди должны себя защищать в большей степени, чтобы завершить весь цикл вакцинации. Но при этом после введения вакцины могут проявляться какие-либо симптомы, да, то есть температура, еще что-то. Как и при других инфекционных болезнях, в отношении которых проводится вакцинация, да, могут быть индивидуальные реакции на введение самого вакцинного препарата. Это могут быть реакции местного характера в виде покраснения, болезненности, так и системного плана, проявляющиеся повышением температуры, такой легкий гриппоподобный синдром, который протекает максимум 3 дня и проходит самостоятельно без применения каких-либо препаратов. Итак, на сегодняшний день избежать коронавируса можно только соблюдая меры индивидуальной защиты. Это маска, как вы сказали, но стоит, опять же, учитывать, что на улице ее лучше не надевать. Нет, если на улице в толпе находится, то надо одевать. Если вы идете одиночно или с кем-то там вдвоем на расстоянии друг от друга, то смысла в ней нет. Но если вот у нас же бывают собрания какие-то, там массовые мероприятия на улице, там обязательно маска должна быть. Там аэрозоль будет все равно, не будет успевать рассеиваться, все равно вы надышитесь там вирусом. Опять же, антисептики для рук. Антисептики для рук, соблюдение социальной дистанции и места массового нахождения граждан. То есть, если мы не знаем и не понимаем, что это за место, поэтому вы правильно сегодня вопросы задавали. То есть, там, где начинается определенная активность людей в перемещении, в миграции, в посещении автобусов, маршрутах, каких-то помещений, которые, говорит Сергей Евгеньевич, массовые проведения собраний, это все повышает риск инфицирования человека. Поэтому начинаем, каждый начинает должен с себя. Носишь маску, соблюдаешь режим, моешь руки, даже элементарно с мылом, если нет дезинфектантов, да, соблюдаешь социальную дистанцию. Обязательно при первых симптомах обращаешься за специализированной медицинской помощью, никаким самолечением не занимаешься. Потому что, ну, действительно, только доктор может, как бы, идентифицировать, отличить ковидную инфекцию от гриппа, грипп от ОРВИ и другой нозологии. Это была программа «Тема дня». Сегодня темой для обсуждения стала эпидемиологическая обстановка в Тверской области. Розаболеваемости ковид. Наши эксперты рассказали о цифрах, рассказали о течении болезни, о вакцинации, а главное, какие меры защиты стоит использовать, чтобы не заразиться. В гости студии сегодня Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Тверской области, Минздрава Тверской области, Федорин Олег Олегович, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тверской области, Сергей Евгеньевич Козлов, главный врач Тверской областной клинической больницы. Меня зовут Валерия Королева. До встречи в эфире.